Клуб Романтики Прищурившись, Рэйчел пыталась понять, где она находится, но единственное, что она могла различить во тьме, силуэты людей. Я забыла, что нас зовут Рэйчел в этой истории. Блин, я думала, я назвала героиню своим именем, оказывается, нет. Девушка схватилась за голову и медленно встала на ноги. Рэйчел, ты как? Нормально, только голова немного болит. Что делать? Давайте поговорить с ребятами. Что здесь происходит? Сами не в курсе, мы очнулись совсем недавно. Однако здесь есть еще люди, кроме нас. В том числе Орландо и его ребята. А остальные? Кажется, я понимаю, что происходит. Здравствуйте, здравствуйте. Рад приветствовать вас, дорогие танцоры. Господи, зачем ты так оделся? Надеюсь, мы не слишком сильно вас напугали перед началом конкурса. Мое имя Филипп, и я являюсь одним из организаторов этого мероприятия. С сегодняшнего дня начинается самая жесткая бойня за победу. Танцоры заметно нервничали и перешептывались. Рэйчел подалась вперед, чтобы не пропустить важной информации. Все заткнитесь на минуту. Надо выяснить детали. Ну, где мы сейчас находимся? Ах да, забыл сказать. Мы прибыли во Францию, самую романтичную страну мира. Ого, многие танцоры ахнули от удивления, однако некоторые относились к этому заявлению весьма скептически. Именно здесь вы будете состязаться за звание лучшей команды. Франция? Они нас перевезли во Францию? Ну, как? Должно быть, им деньги некуда девать. Надо выяснить деталь, что нам нужно делать. Очень хороший вопрос. В этот раз вы не отделаетесь одним танцевальным номером. Ваша победа зависит лишь от воли зрителей, которые будут голосовать за вас. Поэтому до финала конкурса мы будем вам давать задания и места, где вы будете выступать, чтобы привлечь как можно больше народу. Которые станут вашими фанатами и помогут вам на пути к победе. Из пяти команд пройдут в финал только три. А от чего это будет зависеть? От количества ваших фанатов, дорогуша. В общем, нам нужно стать знаменитыми. Прекрасно, нас в Америке и так знают. Но не в Европе же. Сколько у вас фанатов, сможете узнать на нашем официальном сайте. Надо выяснить детали. Почему мы были без сознания? Прошу простить нас за такой сюрприз. Сюрприз? В этом году мы решили уйти от банальных приглашений команд в назначенную страну. И подошли к этому более эксцентрично. Вы знали, где... Мы знали, где вы и как будете проводить свое время. Поэтому было очень легко договориться с нужными людьми. О чем вы? Бармен, официанты, собеседники предлагали вам напитки, в которых было подмешано снотворное. Нам ничего не предлагали. Конечно, дорогуша. Ты сама у бара попросила. Вот черт. У нас больше нет времени на разговоры. Дорогие танцоры, первый этап конкурса начался. Удачи вам. И тут стены помещения рухнули, будто коробка открылась. Стены? Нифига себе! Офигеть! Вы посмотрите, там фотки мелькают. Офигеть! Даже наше! Ничего себе! Рейчел руками пыталась закрыть глаза от испепеляющей яркого солнца. Но привыкнув к ослепляющим лучам, она заметила кучу визжащего народу. А над Эйфелевой башней ляли пять больших дирижаблей с названиями команд. Нет? Что происходит? Ты нас спрашиваешь? Такая классная мелодия. Рейчел заметила, что команда Орландо зазывает к себе народ, при этом слегка пританцовывая на месте. Взгляните! На дирижабле с названием «Ледяные сердца» неожиданно ожил счетчик. Кажется, это количество людей, которые сейчас на них смотрят. Или фанатов, то есть. Нужно делать... Да давайте тоже начнем танцевать. Девушки плюс авторитет. Девушке не нужно было смотреть на других, чтобы понять, что нужно делать. Так, ребята, без паники. Танцуем, как в тот раз, на пляже. Помните, у нас получилась идеальная связка и без музыки. Число ваших фанатов возросло. Поняли, приступаем. И улыбайтесь, все это любят. Расплывшись в идеальных улыбках, парни поприветствовали зрителей и принялись за работу. Самый лучший вариант для импровизированного выступления, там 253, что ли, фанатов у нас прибавилось, это свободный современный танец. Число возросло. Рэйчел во главе команды показывала мастер-класс, краем глаза заметив, как цифры на их дирижабле пришли в движение. Все больше зрителей смотрели на них, многие отходили от других танцоров, чтобы взглянуть на эту команду. Нам нужно больше, плюс 24 фанатов. На чем акцентировать внимание? Да на всех, наверное. Парни выстрелились в ряд, оставляя девушку посередине. Переглянувшись, они заухмылялись и приступили к импровизации. Только это им было мало? Кое-что добавим. Джастин и Карлос схватили девушку за руки, приподнимая над землей. Она кувыркнулась в воздухе, и танцоры ловко ее поймали. Зрители восхищались ребятами и их хореографом, ведь они без подготовки смогли устроить потрясающее шоу. Молодцы! Продолжаем в том же духе. Плюс 4,93. Ребята, не забываем, на что мы должны ориентироваться. Ты о чем? Добавим танцу страсти. Немного отойдя от свободного танца, команда углубилась в легкий стрип, чтобы разогреть публику, как на протяжении долгого времени они делали в Америке. Парни то приподнимали футболки, то заигрывали, припускали пояса штанов. Так держать? Немногие могут использовать легкие нотки страсти и не испортить при этом танец с пошлостью. Джастин и Карлос притянули к себе двух девушек из толпы и продолжили танцевать с ними. Зрители визжали от восторга. Количество поклонников на счетчике постепенно увеличилось, но это... это было бы все равно. Но этого было все равно недостаточно. Рэйчел, мы уже станцевали все, что могли. Что нам делать? Думай, Рэйчел, думай. Выйдем в центр. Раз за алмазу надо брать. Помните, как мы привлекли внимание на баттли в Америке? После конкурса? Да, да. Помним. Погнали. Похлопав в ладоши, Рэйчел описала полукруг руками и пристально смотрела в сторону Орланды. Парень обернулся и поймал ее взгляд. Он в шоке стоит. Рэйчел и ребята вышли вперед, буквально отодвигая ледяных сердец в сторону. Какого? Команда завоевала всеобщее внимание. Кристина и Джозеф скрестили руки, и хореограф резким движением приподнялась на них и сделала кувырок. Парни поймали ее, завершая танец. Зрители аплодировали, а цифры на счетчике увеличивались в разы. Мы смогли. Плюс тысячи фанатов? Вау! Зрители и команды повернулись посмотреть на счетчики. Путь высокой популярности. Ребята, взгляните. Мы на втором месте. У нас больше тысячи фанатов. Вы можете поверить? Парни окружили девушку и обняли ее. Благодаря тебе. Мы справились, потому что работали сообщием. Так или иначе, ледяные сердца занимают первую строчку. Плохие новости для нас. В Европе их обожают, и нам будет очень непросто обогнать Орландо. Сейчас у них больше трех тысячи фанатов. Вы только посмотрите, как он ухмыляется. Хе-хе. Это ненадолго. Зрители окружили танцоров наперебой, задавая вопросы. Боже, ребята! Рейчел потеряла своих друзей из виду. Ей кое-как удалось пробиться сквозь толпу, но в покое ее не оставили. Стойте, пожалуйста, распишитесь у меня на руке. На руки? Ну ладно, неловко согласиться. Эм, ладно. Взяв ручку из дрожащей руки поклонника, она принялась расписываться на его коже. Вот. Спасибо, обожаю вас. Да не за что. Она быстро направилась подальше, чтобы еще раз так не влипнуть. Плюс сорок семь фанатов. Ну и где они? Прошу прощения. Ой, блин, напугали меня. Простите, но мне нужно найти своих ребят. Понимаю просто. Мне действительно пора. Это не займет много времени. Что сделать? Давайте выслушаем. Ладно, я вас слушаю. Вы были просто невероятны. Я даже не стал наблюдать за другими командами. Вы перетянули все внимание на себя. Спасибо, мы старались выложиться на полную. Ох, поверьте, все внимание было направлено на вас. Эм, ладно. Простите, но мне действительно пора. Спасибо и до свидания. Ричел отошла от стороны у мужчины и вновь занялась поиском танцоров. Она вышла на небольшую улочку неподалеку от площади. Там она увидела оживленно беседующих парней. Обо мне они вовсе забыли. Реально. Ну, приветики. Милая, вот ты где. Карлос, я не хочу с тобой быть. Я хочу быть с Брэндоном. Не с тобой. Видимо, фанатки совсем голову вскружили, раз вы забыли обо мне. Ни одна фанатка не сравнится с тобой, Ричел. Тем более, потеряв тебя из виду, мы сразу двинули оттуда. Ты быстро нашла нас. Кстати говоря, организаторы позаботились о наших вещах, и они все находятся в забронированных номерах отелей. А мой подарок тебе здесь. В смысле, что за подарок? Карлос. Милый, это для тебя. Необычная. Что? Это намек, но нет. Нет, оно восхитительно. Все для тебя, Ричел. Ричел легко поцеловала Карлоса в щеку. Так, предлагаю нам всем направиться в отель и отдохнуть. Мы сегодня достаточно поработали. Согласен. Вы идите, а я вас позже догоню. Не потеряйся только. Не дождешься. Ричел решила прогуляться по вечернему Парижу в полном одиночестве. Бродя по улицам, она вышла на небольшой пляж, который в этот момент пустовал. Ладушки. Облокотившись на ограждение, она наблюдала за рыбками в реке. И тут телефон девушки завибрировал. Взглянув на экран, она заметила одно непрочитанное сообщение. Неизвестный номер? Интересно. Окончательная разлука между двумя людьми никогда не случается, если оба не смирились. Я, кажется, знаю, кто это нам прислал. Это был Брэндон, блин. О, как это мило. Какого? Я не подписывалась на рассылку ванильных цитаток. Это Брэндон. Кто-то из прошлого не может забыть вас. Блин, это точно Брэндон. Вот я уверена на сто процентов. Офигеть. Не помешаю? Нет, все в порядке. Я как собиралась уходить. Так что располагайся. Что такое? Я спугнул тебя? Мне нужно было подумать. Я закончила. Задержись на минутку. Я не просто так здесь. Ваши действия положительно повлияли на отношения с Орландо. И что же ты тут забыл? А ты? Решила отдохнуть после такого внезапного начала. В одиночестве? Без команды? И? Какие вы сплоченные. Ты для чего пришел? Поиздеваться? Спасибо. Мне хватило двух месяцев, пока мы отдыхали с ребятами, а вы следовали за нами хвостиком. И вечно портили отдых. Что? Во-первых, это вы приехали на нашу территорию. Во-вторых, мы также участвуем в конкурсе, как и вы. Следовательно, и видеться придется чаще. В-третьих, каким образом мы вам портили то, что уже было испорчено вами? Нормально так. Что ты сказал? Рэйчел отошла от ограждения, с удивлением взглянув на парня. Только не нервничай. Ты наглый обманщик. Притворился в Нью-Йорке приятным человеком. А на самом деле... Кто же? Да иди ты. Он очень вспыльчивый... А... Эх, ты очень вспыльчивый, Рэйчел. Расслабься. Легко сказать. Еще проще сделать. Не принимай все близко к сердцу и не думай, что я тебе желаю зла. Ах, неужели? Ты мой соперник вообще-то. И что? Раз мы конкуренты, то должны конфликтовать. Что у вас за манеры такие в Америке? Нормальные у нас отношения вообще-то, манеры. Боже, почему все так сложно? Воу, истерика. Усталость. Рэйчел повернулась к ограждению спиной и опустилась прямо на холодный асфальт. Орландо не заставил себя долго ждать и в эту же секунду последовал примеру девушки. Тебе не обязательно было... Обязательно. Его голос был холоден, он словно переменился в один момент. Он положил ей руку на плечо и устало улыбнулся. Надеюсь, со временем тебе станет лучше. А как иначе? Рэйчел негромко рассмеялся и обернулась к парню, стряхивая его руку с плеча. Знаешь, ты чем-то похожа на маленького львенка. Чем же? Вроде такой милый, маленький, постоянно хочется погладить его, утешить, забрать себе. Вот только не стоит его недооценивать. Львенок это не котенок, он может постоять за себя и в любой момент показать зубки, и не только. Ты такая же, вроде сидишь такая уставшая, несчастная, так и хочется пожалеть. Но стоит ли это сделать, как ты включаешь свою стойкость и показываешь коготки? Может, ты прав. Вдалеке заиграла живая музыка. Она такая манящая, плюс страсть, да. Красиво, не правда ли? Знаешь, есть один способ расслабиться и снять усталость. Орландо протянул ей руку и ласково улыбнулся. Не против? Я не хочу. Да ну... Да ну не. Я устала и уже поздно. Мне пора возвращаться к команде. Ну, как знаешь, только не говори, что я ей не предлагал. И не собиралась. Орландо, ей-богу. Изабелли, как ты вовремя. Как он быстро переключился. Почему ты так долго? Мы заскучали без тебя. Или ты еще не замариновал этого цыпленочка? Что, прости? Стерва. Ой, ты еще здесь? Изабель подошла к Орландо и положила руку ему на плечо, на что он обвел руку и ее талию. Ну как? Есть что-то интересное. Эх, к сожалению, всего лишь пустота. Они разговаривали так, словно Рейчелла не стояла рядом. Как жаль. Я думала, в этом году конкуренты поинтереснее будут. Нормально так. На пора, Изабель. Да. Они направились в сторону небольшого ресторанчика. Но тут Изабель резко повернулась к ней. Ах, да. Не забудь передать малышу Джастину пламенный привет. Что? Рейчелл закрыла глаза, пытаясь понять, не признилось ли ей все это. Но приоткрыв их, она снова увидела удаляющуюся парочку. Они еще пожалеют. А пока вернусь-ка в номер. Меня уже давно ждут. Да, надо вернуться в номер все-таки. Вроде здесь. Остановившись у входа, Рейчелл сделала глубокий вдох и уже собиралась шагнуть внутрь. Как сигнал автомобиля отвлек ее. Обернувшись, девушка увидела длинный черный лимузин, окна которого внезапно опустились. Да, Рейчелл, иди к нам. Ю-ху! Какого черта? Где вы взяли лимузин? Рейчелл, тут есть коктейли. Вот дурочки. Познакомься с нашим новым другом. Густав, покажись. Добрый вечер. Серьезно? Что? Это же тот, который нам сказал, что мы классная команда. Офигеть. А он-то чего тут забыл? О, ничего себе! Вы только посмотрите, сколько у нас фанатов. Что мы получили? Плюс 2 мастерства, плюс 2 страсти, плюс 3 авторитета, и плюс 1893 фаната. Вау! Классно! Надеюсь, вам понравилась эта серия. А если это так, то ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, на мои соцсети, комментируйте это видео. Вот. Ну и с вами была ваша Маша. Встретимся в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok